здравствуйте уважаемые друзья предыдущем видео я вам рассказывал про сборку системы гидропоники система гидропоники если кому-то может быть не ясно заключалась в том что у меня устанавливался компрессор то есть вот здесь вот видно компрессор подавал воздух через распылитель и через питатель раствора про питательный раствор мы расскажем я расскажу отдельную тему потому что это довольно такие долгое занятие как все собиралось как садилась какая была рассада это вы все можете посмотреть предыдущем видео но если что я вот в этом месте вам дам ссылочку на него и собственно говоря что из этого всего получилось вот перед вами такой парник сделанный как я его называю гидропонический парник сваренный из уголка здесь положена доска толщиной 50 миллиметров на доске стоят канистры стоит ведро творожный контейнер с отверстиями в каждом контейнер вставлен один два там и более стаканчиков из-под сметаны в которые заполнены у нас с вами таким материалом как кокос кокосовый субстракт его продается великое множество такие называют кирпичики которые бросаем воду они набухают и получается значительный его объем и соответственно вот здесь у меня было посажено следующие были посажены следующие растения были посажены огурцы тут вот кабачок растет и томаты то есть там клубника как я говорил она моей халатности не перенесла она засохла собственно говоря сильно наблюдение в клубнике и у меня целью целью не было мне главное было посмотреть как будут у меня расти томаты и как будут расти огурцы то есть без земли есть таким образом вот как раз результат это буквально по были последние фотографии сделаны последующие не сделал потому что уже грянули морозы и вся рассада хочет того не хочешь она просто была побита морозом вот собственно какой результат значит вот смотрите компрессор у меня работал приблизительно так он работал 15 минут он работал 30 минут он отдыхал то есть вот через таймер через реле времени про который будет у меня сделан отдельный отдельное видео а в ночной период и где-то порядка начиная с 7 вечера до там четырех утра он работал практически постоянное время потому что компрессор все-таки такое устройство которое нагревается ночью все-таки летний ночью по прохладнее нежели допустим при 30 градусным 33 30 градусной жаре в полдень в полдень я конечно ему давал такой щадящий режим то есть как вы видите тут все просто то есть вот вы видите как раз огурцы выращенные методом гидропоники то есть в этом контейнере вот вот такие получились огурцы огурцы на гидропоники первые начали созревать раньше были более сочными полоть не надо рыхлить не надо сильно не надо было и бороться ни с какими вредителями но с помидорами там так же как нужно было посынкование тут хмель сверху приполз он как раз вот рядом если вы 1 фотографии видели там по соседству вот он сюда как бы забрался вот здесь как раз у меня протянут удлинитель от дома в доме стоит у меня таймер и и через этот удлинитель запитан наш компрессор компрессор потребляет порядка 80 ватт в час то есть не такая уж и великая нагрузка можно поставить меньше то есть как вы видите сентябрь месяц огурцов завязи у меня достаточно огурцы все зеленые принципе не и желтизны такой нету хотя их уже собрать и начали где-то немножко подведать где-то и било морозом но тут все таки раз поликарбонат пускаем тут закрытый с одной стороны с другой сельцевой стороны ничего не закрыто но все таки во первых и приподнята над землей все равно это дает эффект что растение не так быстро замерзают при заморозках вот как выглядят у меня огурцы которые растут в высоких грядках как я их называю в песочницах размерами метр на метр метр на метр в плане высотой там 0 8 то есть высота кухонного стола что было удобно там с ними заниматься собирать и так далее и так далее лето было безумно непонятное по погоде потому что июнь вроде как май вернее сначала соблаговолил хорошей погодой потом было понижение температуры потом в июль весь был вообще абсолютно холодный фактически растение просто не понимали вот как вы видите вот август месяца огурцы у меня от под таким вот укрытием не 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 тканым укрывным материалом спанбон как со товарищем не спрашивал что такое спанбон вот такой материал принципе материал превосходный дышит пропускает воду пропускает воздух в отличие от пленки и соответственно также сохраняя тепло принимайте всегда сороковой или 60 вот это у меня на укрыт он сороковка потому что 17 это просто как марля он рвется трется через вот эти дуги ну тут как бы немножко отвлекся значит возвращаемся к нашим огурцам вот как вы видите уже здесь листики начинают тут уже подбивать морозом а вот как опять же наша гидропоника выглядит это что касаемо огурцов вы на том видео видели какие были огурцы какие были помидоры в этот причем я хочу сказать что огурцы вообще первый вот месяц вот даже второй месяц июнь июля не жили практически на одной воде пока у меня не пришел тдс метр я удобрение значительную концентрацию его занижал то есть не как надо там когда потом измерил у меня практически концентрация всех солей в растворе на котором стоят огурцы равнялась колодезной воде то есть огурцы жили практически как как говорят человек живет на хлебе воде эти товарищи только на воде вот как выглядят томаты которые были можно сказать и посаженные так той маленькой рассады вы видите то есть томатов помидор на томатах на те большое количество причем здесь также надо было у лишь лишние листья убирать но собственно говоря времени доставало мне просто было интересно получу ли я какой-то урожай урожай я получил из самой худшей рассады не самое лучшее лето так сказать замечательный я считаю урожай вот здесь как раз я со временем выполнено отверстие диаметром порядка 30 миллиметров чтобы можно было измерять тдс метром концентрацию раствора и случае необходимости добавлять удобрения вот вы уже как видите конечно здесь уже надо было подвязывать все но урожай есть урожай есть стволы как вы видите такие изумительного в таких маленьких стаканчиках там стаканы стаканчики шли из-под сметаны по моим 220 грамм это такие же стаканчики как если вы посмотрите аквапот вот я делал для земляники александрии которую я выращивал весной в аквапоте вот это точно такая же конструкция то есть булькающие емкости то есть компрессор дует воздух воздух пробулькивает через воду пузырьки попадают на корни и получается мощная корневая система конечно я хотел сделать еще фотографии чтобы вы посмотрели какие получились корни у этих растений они просто занимали весь объем этой канистр уже под конец но там супруга с мамой я просто не получила приехать у раз уже все побило холодом они вот сами все у меня разбомбили и в общем я в этом не участвовал обязуюсь на будущее лето будет более подробный фотоотчет вплоть до того что сколько какого урожая было принято это я сделал так по разделе гей по разгильдяйски проверить что такое есть гидропоника и настолько она хороша вот здесь кстати тоже отверстие его лучше закрывать чтобы вода лишняя не испарялась добавляем через него воду как добавлять воду как делать раствор будет отдельное видео вот такие вот томаты принципе кто-то тут может не закричать ой ой вы добавляете нитраты и так далее и так далее собственно говоря что вы хотите удобрение любое что будет навоз а но все состоит из элементов тоже только не надо превышать концентрацию то есть а навоз ваш там вы думаете чем-то лучше что ли там то того же удобрения в котором все сбалансировано более менее питание хочу приобрести нитратомер чтобы мерить вот для таких товарищей которые я собою будут кричать в этом видео что и мы лучше у бабушек которые с грядок купили знать спорный вопрос очень спорный у кого будет нитратов больше и где будут они в допустимой так сказать концентрации вот такие томаты как вы видите какая была рассада посаженная причем многие растения там вот были ну сколько сантиметра 23 и вы видели что было в теплице в теплице тоже урожай замечательно вы видели видео у меня есть отдельно там результат применения мульчев в теплице то есть там все как бы принципе я урожай получил достойный но там-то понятно теплица из теплица всегда делали всегда садили все как бы замечательно а здесь а здесь причем хочу сказать томаты в открытом грунте ни один не покраснели в этом году а на гидропоники, вот уже как вы видите, красные, желтые, вот уже начали краснеть, причем это вот это уже дата 1 сентября в теплице, да, они начали краснеть они буквально там только-только август, была 10-е, там 12 число томаты уже краснеть начали замечательно, а в открытом грунте ни один томат не покраснел за исключением вот моей гидропоники то есть бояться ничего лишнего не надо, я хочу на будущий год уже взять конкретно сорта и конкретно по каждому сорту заниматься, здесь просто было как панель и пропал, то есть получится, не получится, в принципе все получилось, все нормально, если кого-то заинтересует, задавайте вопросы, вот как вы видите, тут еще цвета море, его бы весь оборвать, ну я этим не занимался в общем вот такие дела, вот кстати вы видите что пошла плеть, вот пожалуйста с огурчиками то есть все вот в моей как бы, в моей гидропонике то есть вот, такой парничок в принципе, сколько здесь у меня по-моему стоит 3 на 4 12 кустов, как вы видите, такой кустик, но он получая необходимое количество питания, не как у вас там на грядке вы полили, не полили, а тут постоянный питательный раствор единственное, что надо не прошляпывать, не прошляпить так сказать, когда у вас огурцы под конец начинают очень хорошо выпивать всю воду, добавлять практически надо каждые 3-4 дня, потому что я два раза доводил до критического уровня, вот так вот хочу себя поругать и что я приехал у меня практически по суху вот здесь вот в белой вот этой емкости воды был вообще практически не было огурцы в принципе чувствую, я вижу что не сподвяли, но они не сбросили цвет я просто быстренько развел раствор добавил туда водички все и смотрю, они опять повеселили и стали как бы дальше продолжать расти вот такая вот кухня вот такая вот гидропоника собственно вот моя работа проделанная мной за лето так сказать, не сильно вдаваясь в результаты получился вот такой результат то есть вот если есть какие то вопросы задавайте на гидропонике а дальше останавливаться как сказать, на этом останавливаться я не хочу будем продолжать, будем развивать свой успех так скажем, чтобы в дальнейшем уже так сказать довести свое дело до того, чтобы была гидропоника без пафоса как я всегда говорю, потому что все это запитано таким ореолом таинственности, что многих это отпугивает, ну будем разбираться, как Высоцкий говорил нам тайны, не открытые, раскрыть пора спасибо, до свидания спасибо за внимание, до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания